Суть подоходного налога состоит в уплате государства определенной доли от полученных доходов, в том числе и за реализацию имущества. Однако коснется последнее лишь тех, кто в течение пяти лет продавал несколько крупных объектов. Это могут быть участки, дома, квартиры, автомобили. Важно отметить, что подоходный налог не уплачивается при реализации любого имущества, полученного по наследству, в том числе недвижимости и автомобилей. Если, к примеру, в течение года гражданин продает несколько единиц одного вида имущества, скажем, два легковых автомобиля, один из которых получен по наследству, обязанность предоставления декларации и, соответственно, уплаты подоходного налога у него отсутствует, так как имущество, полученное по наследству, не участвует в очередности проданного имущества. Следует отметить, что на граждан, получивших доход в виде возмездного отчуждения или дарения имущества от близких родственников, обязанность декларирования доходов и уплата подоходного налога не распространяется. Стоит подчеркнуть, к категории близких родственников относятся родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки и супруги. К примеру, при получении в дар квартиры от супруга родной сестры объект налогообложения подоходным налогом с физических лиц отсутствует, так как одаряемый и супруг его родной сестры состоят в отношениях свойства. В то же время, если подарок, например, квартиру по договору дарения получает племянник от дяди или тети, то есть родных людей своих родителей, норма о неуплате подоходного налога и, соответственно, предоставлении декларации в данном случае не работает, так как отсутствует факт близкого родства или свойства. В то же время в данной ситуации применима льгота, установленная налоговым кодексом Республики Беларусь. Она составляет 6569 рублей. Уплатить подоходный налог необходимо до 1 июня 2020 года.